Это видно, но не факт, что это... А хотя... Очень даже слабо. Вот такого цвета недавно спиленная древесина. По крайней мере, это как минимум странно. Мокрая. Она не мокрая, она именно темная. Вот. Мы видим даже черные... Сейчас Алексей нам предскажет выходящие в черноту. Здесь, видимо, была некая стволовая гниль. Но не факт. Надо проверить. Так, давайте, коллеги, мы тогда место запомнили, где этот дуб. Вот, мы его посмотрим под эндрабазом. Рядом с туалетом. Да, рядом с туалетом. Ну, вот здесь дубки между пленами. Между пленом и липой. Сейчас тогда, согласен, мы сделаем пометку и по заключению посмотрим, что с ним было не так. По крайней мере, по дубкам мы по заключениям все нашли. Значит... Ага. Сейчас. Я вам к следующему дубу. Да, потемнение на спеле видно, но опять же, что это за потемнение и к чему оно. Это уже надо будет тут заточнить. Замориловик внутри. Замориловик. А может быть, был вопрос, а почему с одним не выкорчевывают до конца деревья? Фрезовать их будет. Ну, где-то фрезовать будут. Ну, для того, чтобы их положено выкорчевывать, когда они поражены выкорчевываются. Это да. Ну, не всегда это возможно сделать, потому что, я говорю, допустим, дуб черешечки, вот, верхус робот. А у него, как уже говорилось, корневая система – это два объема крона. То есть, если сейчас начать это все удалять, Ну, здесь понятно. Это да, это у нас все благоустройство просто взрывается, как это... Ну, обычно фрезуется до какого-то этого, и оставляется для перегнивания. Да, то есть, в принципе, мелкие корни, они перегниют, особенно учитывая, что если все-таки бы как тоже начать применять экологически-ориентированные подходы, восстановиться без позвоночья. В лесу, вот нам с Антониной Борис Леонтьевич Самойлов рассказывал, в принципе, болезнику удалять необязательно. Но почему? В хорошей лесной среде здорового болезнику, только что упавший, он лежит всего несколько лет. И очень быстро сжирают, так сказать, всевозможные без позвоночника. То есть, он возвращается в виде деприкативных веществ обратно в биосферу. нарушенной среде, то есть, там, где биоцинозы полетели, он может в качестве бревна лежать десятилетиями. Слушай, а это вроде нормальная стволка. Вот смотрим. Потемнений нет, ничего нет. У него, по-моему, знаешь, внешнее, я тебе скажу, что было. Что-то у него стволовая, либо вот это вот. Волос ему понравился. Ну, потемнений, правда, не видно. Соответственно, мы тоже запомнили. Ну, вот что-то такое есть, но, опять же, это не факт, не факт. Совсем не факт. Вот. Мы с тобой его, кажется, видели когда-то. Слушай, ефта. Что-то с ним было. Да, запах какой-то. Отлили туда, думаешь-то? Не, не подлили. Сладковатый запах. Гниет. Мы что-то с тобой такое видели. Либо недавно начало, либо вот. Вот, кстати, смотрим же здесь темно. Быстрее село, да? Для него начало недавно, это, значит, сколько лет. Ну-ка. Смотри, какая уже девесина. Ну, вот, я, конечно, извиняюсь, но вот это вот прям совсем ненормально. И запах от этого идёт. Слушай, ну, может где-то... Хотя нет, нет. Вот здесь вот более-менее нормально. Слушай, ну, здесь просто слияние корневой системы в единый ствол. Здесь как бы... Нет, нет. Корневая шейка, она здесь как бы начинается, вообще чуть ниже. То есть вот она, да. Запах недоятный. Вот запах... Да, сладковатый такой гнилосный запах. Он присутствует. На которой мы проверим кожу под эндроплану, соответственно. Вот. И у меня были фотографии, да, для тысячи... Какого? Не помню, 15-го года, по-моему. Уже архивы подняли, короче. О, так что. Мы просто здесь... Мы просто... Именно здесь, когда мы гуляли, мы находили губы с очень серьёзными такими запущенными штуками, я их снял тогда. Значит, пойдём.